Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим с вами о красоте и чистоте нашей кожи. Я специально не стала наносить полный макияж, для того, чтобы вы видели качество моей кожи. Сейчас вы можете рассмотреть мое лицо очень близко и в подробностях. В данном момент на моем лице нет никакого грима. И вы можете его внимательно рассмотреть. Нет угрей, нет прыщей, нет морщин. Мне 43 года. Если вы хотите добиться таких же результатов, пожалуйста, посмотрите мой ролик. Поехали! Друзья, если у вас есть угри, которые вы называете черными точками, белые угри, жировики, или если у вас есть прыщи на лице и особенно теле, вам обязательно нужно найти хорошего дерматолога, для того, чтобы получить консультацию. Что сделает дерматолог в первую очередь, когда вы его посетите? Он сделает небольшой соскоб с кожи, именно с того места, где есть это высыпание. По прошествии нескольких дней вы получите результат, по которому станет ясно, что же за звери развелись на вашем лице, которые вызывают вот такую вот реакцию. Причиной высыпания и угрей, то есть повышенного выделения себума, может являться желудочное и печеночное заболевание. Вам придется взять себя в руки и начать придерживаться определенной диеты. Итак, что же делала я для того, чтобы избавиться от черных точек на лице и даже от высыпания? Была у дерматолога и получила некоторые рекомендации. Антибиотики мне, конечно, пить не пришлось, но я знаю многих людей, которым выписывают антибиотики при акне. Не пугайтесь, это так. Да, действительно, акне и особенно острые формы, когда все лицо засыпано прыщами, лечатся антибиотиками. Сейчас огромная устойчивость многих бактерий к антибиотикам. Подбирать должен врач. Пожалуйста, не приобретайте все то, что пьет ваш сосед и ему помогает. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Теперь о том, что мы можем сделать сами для себя, без врачей. Ну, в первую очередь, что сделала я для того, чтобы очистить свое лицо от черных точек? Я перешла на многоступенчатую систему очистки лица. О том, как я это делаю, есть целое видео, конкретно и поэтапно. Оставляю вам ссылочку вот здесь. А сейчас кратко, что я использую. Вместо единственного средства для умывания, а конкретно пенки, которой я пользовалась раньше, бывали дни, когда мне вообще не хотелось ничем пользоваться, и я просто умывалась водой, либо снимала косметику косметическим молочком, и потом просто умывалась водой, я стала использовать трехступенчатую систему очистки. Сначала я снимаю макияж с глаз, затем я использую гидрофильные масла. Любые, которые мне подходят по аромату, по составу. Вариантов сейчас продажи масса. Конкретно сейчас я использую гидрофильное масло от Mizon. А компания корейская, они знают толк в многоступенчатой системе очистки, кто делает масло. Почему масло? Вы скажете, у меня и так жирная кожа. Зачем мне масло? И именно из-за большого количества выделения сала у вас все время расширенные поры, и постоянно они забиты этим салом. На это сало садится пыль, грязь, и они никуда не исчезают в течение дня, если вы правильно не очистите лицо. Что притягивает к себе жир? Как это все вычистить? Жир притягивает к себе жир. Именно поэтому, друзья, нужно пользоваться гидрофильными маслами. Обычное масло, особенно для жирной кожи, растительные и просто оливковые масла не подходят, потому что они очень тяжело смываются с лица. У вас будет пленка, это вам не нужно. Что делают гидрофильные масла? После того, как вы их помассировали на сухом лице, на косметике или без косметики, если вы были целый день дома, получите, конечно, масляную пленочку, но как только вы добавите воды, она превратится в эмульсию и прекрасно и очень легко смоется с вашего лица без проблем. Для того, чтобы вымыть весь жир окончательно, который в соединении с маслом выходит из ваших пор, и вы просто увидите, как ваши поры светлеют. То есть ваши черные точки будут отходить вместе с этим маслом. Я использую любую пенку, которая подходит мне по моему типу кожи. Когда пенка работает лучше? Когда она дает обильную пену? Именно тогда она работает не как замазка, которую вы разносите по лицу, просто сверху, а как то вещество, которое проходит глубоко в поры и как следует их вычищает. То же самое с шампунями. Обратите внимание, те шампуни, которые не пенятся, плохо пенятся, плохо вычищают ваши волосы. Обращали внимание, что волосы после них жирноватые. Поэтому, что я делаю? Если пенки прекрасно пенятся, здорово, если пенки вот такого плана, а это корейская пенка Досим, с улиточным муцином, имеет вот такую вот очень густую текстуру, видите, оттуда ничего не выливается, я вспениваю вот такие вот пеночки, вот такой сеточкой. Вы можете, теоретически, вы можете сделать ее сами. Посмотрите, из чего она состоит. Или, например, это может быть любая мочалочка, вот такая вот сетчатая. Капаем просто внутрь. Опять же, я показываю, как я это делаю. Посмотрите, пожалуйста, в видео. Это дополнительно очищает мою кожу. Да, вот это три этапа, которые в обязательном порядке я делаю каждый день. Когда вы начнете пользоваться таким способом очищения, вы увидите, что вначале ваши угри стали светлее, потом они превратятся в светло-светло-бежевые пятнышки, которых практически не будет видно. Также, что помогает еще при угрях и прыщах? Это кислоты. Кислоты не нужно использовать в летний и очень ярко-солнечный период. Я не знаю, в какой стране вы живете. Возможно, у вас постоянно солнце. Тогда вам придется кислоты использовать либо в очень небольшой концентрации, до 3%, либо не использовать вообще. Но нам с вами, северным людям, говорю про Москву северным, потому что здесь очень мало солнца, рекомендовала бы использовать кислоты во все сезоны, когда нет яркого солнца. При этом обязательно используйте любой SPF, который вам подходит. Кислоты могут быть в форме кремов и в форме масок. Пожалуйста, подберите для себя то, что вам больше подходит. То, что не очень сильно жжет вашу кожу, обязательно почитайте инструкцию, сколько минут держать и ориентируйтесь на себя. Есть такие щадящие, очень мягкие кремы, вот такого вот плана, как Пайо. То есть это маска с кислотами, но здесь их много. Здесь высокий процент кислот, однако она настолько мягкая и правильная консистенция, что ее можно держать чуть больше того времени, которое здесь указано, при том, что, например, у меня чувствительная и суховатая местами кожа. На Т довольно жирная, поэтому у меня, собственно, и была вот такая проблема у грей-прыщей. Все остальное довольно сухое. Итак, это люкс. Можете выбирать и бюджетные средства, они также прекрасно работают. Белорусская косметика Vitex. Здесь бьюти-маска для лица, несмываемая, эффект выходного дня, стволовые клетки и АХ-кислоты. То же самое, абсолютное. То есть АХ-кислоты, здесь тоже несмываемая маска. Варианты кислот, которые 100% прекрасно действуют на акне, на прыщи, если мы говорим о внешнем воздействии. Убрать следы акне, убрать угри и выровнять рельеф вашей кожи. Помогают вот такие кремы. Это силициловая кислота с другими еще кислотами. То есть обратите внимание, если у вас есть вот такая проблема, вам очень показана силициловая кислота. В чем ошибка использования силициловой кислоты сейчас, среди особенно молодежи и тех людей, у кого жирная кожа? Обычно в очень больших количествах и в очень агрессивных средствах. Например, Витатека. Силициловый лосьон со спиртом, с ромашечкой. Это еще щадящий вариант. Есть такие варианты, которые просто высушивают кожу до нельзя. То есть самый ужасный вариант, это не когда у вас просто жирная кожа. Это когда у вас жирная, еще и высушенная, обезбоженная кожа. Представляете себе? Это когда она у вас раздраженная, кричащая, красная, при этом блестящая жутко сверху и постоянно извергающая из себя жир. Я говорю, да, неприятно, да, описываю, но тем не менее, это так. Многие доводят свою чувствительную жирную кожу до такой степени, что она просто отказывается реагировать на какие-либо средства внешне. Для чего я использую такие лосьоны? Может быть раз в неделю, два раза в неделю, на проблемные зоны, на зону Т, мягкими аппликативными движениями чуть-чуть очистить лицо. Либо после генеральной уборки. Такие лосьоны нужны, но с осторожностью не нужно заливать свое лицо. Очень важно, если вы подберете себе простой, несложный крем, который не дает вам аллергическую реакцию, какую-то сильно раздражающую реакцию, когда у вас нет ощущения жжения сильного на лице, да, когда вы чувствуете себя очень комфортно. К примеру, это Perfecto приобреталось в подружке, здесь три различные кислоты содержатся, в том числе силициловые. Советую вам использовать силициловые лосьоны в варианте без спирта. Да, силициловая кислота работает лучше со спиртом, но для того, чтобы не высушить окончательно свою кожу, пожалуйста, будьте аккуратны и чередуйте, пожалуйста, использование средств со спиртом со средствами без спирта. Топ-проблем. Силициловый лосьон – профилактика воспалений без спирта. Приобретала его просто в Ашане, друзья. То есть приобрести такие вещи несложные. Показывала еще вот такое же средство, замечательное из этой же серии, в густом геле, в своем уходе. На данный ролик оставляю вам ссылочку. Чем хороши эти средства? Они без запаха. Вообще, девушки, для тех, кто не переносит ароматов, пожалуйста, обратите на это внимание, особенно если у вас жирная кожа. Очень хорошее средство. В темпе движемся дальше. Что может вытянуть из пор, всю грязь, жир и при этом их сузить? Конечно же, глина. Да, не на все лицо. Будьте, пожалуйста, с этим аккуратны. У меня конкретно одна маска из глины, потому что у меня зон проблемных немного на лице. И я не хочу сушить. Это Even True Natural Effect. Я раз показывала вам в своих роликах, как я ее наношу. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Для девушек сухой кожи будьте, пожалуйста, аккуратны. В таких масках есть очень много компонентов, которые сильно сушат кожу. Но для тех, у кого действительно жирная кожа, либо проблемная кожа, это просто спасение. Чем я смываю вот такие вот грязевые масочки? Вот такими дисками я смываю такие грязевые маски. Во-первых, теплой водичкой, конечно, обязательно. Маски грязевые прекрасно смывают с теплой водой. Что это за диски? Целлюлозные диски, самые простые, приобретены в магазине FixPrice, друзья, за 50 рублей. Они шлифуют, они чистят, они вычищают все из лица. При этом, если у вас личика, например, в пенке или в гидрофильном масле, или, например, вот вы вычищаете эту маску, то есть ими можно снимать все. Оно шлифуется буквально, оно отшлифовывается, и рельеф становится ровнее, ровнее, ровнее с каждым днем. Моется легко, обычным мылом, очень быстро сушится. Когда высыхает, вот сейчас они влажненькие, видите, они такие мягкие, когда высыхает, просто каменные становятся, не пугайтесь. Замечательная вещь. Помогает в борьбе особенно с угрями. Если у вас открытые прыщи, прям такие вот воспаленные, пожалуйста, будьте аккуратны, не скребите сверху, прижигайте, делайте все, чтобы это как следует засохло. Что помогает очень быстрой регенерации, а также снимает воспаление, помогает витамины А и Е. Это мощнейшее средство. Почему показываю вам Аевит? Это вот такие вот капсулки. И в своих находках я показывала вам, каким же образом вы можете их использовать для того, чтобы обновить свою кожу. Чем больше вы будете отшелушивать и обновлять свою кожу, тем быстрее у вас выйдет вся грязь, все эти пробки сальные, которыми забиты абсолютно ваши поры, и тем быстрее ваши поры сузятся. Это замечательная вещь. Пожалуйста, присмотритесь, это очень дешево, это аптечный вариант. Посмотрите, пожалуйста, мои видео с аптечными находками. Оставляю вот здесь ссылочку, как всегда, для вас под восклицательным знаком. Посмотрите, это очень важно для тех, кто хочет очистить свою кожу и иметь вот такой вариант кожи, когда можно ходить вообще без косметики. Но я этого не делаю, на улице я так не выхожу, как вот сейчас, да, перед вами, потому что я стремлюсь закрыть свое лицо, закрыть, перекрыть свои поры каким-то легким хотя бы тональным средством, которое не будет давать всей грязи, которая летает на улице в воздухе, проникать в мои поры. Да, то есть для меня тональные средства, BB и CC кремы, это защита моей кожи. Далее, тоники. Противовоспалительные тоники. Мы говорили с вами о том, что нужно быть аккуратным с тониками со спиртом. Все эти конкретно тоники без спирта вообще, однако все они содержат противовоспалительные компоненты. Тоник для очищения от угрей черных точек с маслом чайного дерева. Не секрет, что масло чайного дерева прекрасно снимает воспаление. Если вы нанесете качественное, обратите внимание, масло на проблемную зону, на конкретную прыщик, да, то у вас быстрее будет происходить процесс заживления и обновления кожи. Это российская косметика Комплимент, да, вот такая вот серия. Это же самая косметика Комплимент с витамином С. То есть у меня два тоника. Как я наношу тоники, пожалуйста, посмотрите мое видео, как, каким образом и сколько раз в день. Это очень важный момент, когда вы можете одновременно увлажнять, освежать и лечить вашу кожу. Витамин С прекрасный антиоксидант и способствует обновлению кожи. Так, только после того, как я начала правильную многоступенчатую систему очистки и ухода за своим лицом, черные точки ушли вообще. В этом, когда наши поры и так выделяют избыточное количество себума, то есть жира, то лучше использовать легкие увлажняющие средства. Таким незаменимым средством лично для меня стали средства от Хадалаба. Это японская компания. Приобрести ее без проблем можно в магазине Подружка. И это средства, содержащие гиалуроновую кислоту, увлажняющие легкие лосьончики, которые прекрасно подходят для всех типов кожи и прекрасно увлажняют, не оставляя какого-то бешеного липкого следа. Тем, для кому это важно, говорю теперь всегда в каждом ролике, что вот у этих средств нет аромата. Можете его легко использовать сразу же после того, как умылись. Даже при том, что у меня довольно чувствительная, суховатая местами кожа, а зона т-жирная, то есть очень смешанная кожа, даже при этом мне очень часто не нужен крем, и я могу просто нанести на это средство сразу же косметику, то есть тональное средство, и все. И целый день я ощущаю, что да, моя кожа хорошо увлажнена. Присмотритесь к этим средствам, очень вам советую, не перегружайте свое лицо тяжелыми кремами, которые только дополнительно еще забивают ваши поры. Следующие два средства также призваны увлажнять. Это вот такие вот легкие средства от Мизон. Это корейская компания. Легкие, абсолютно очень быстро расходящиеся на коже. Супер увлажняющие, также гиалуроновая кислота здесь есть. Вам нужно найти гелевые структуры, которые быстро впитываются, и которые создают легкую такую тонкую пленочку на вашем лице, защищающую от воздействия внешней среды. Кумизон я приобретаю в Айхер. Информацию о скидке оставляю вам в описании к этому ролику. Гидролаты. Почему очень здорово, особенно летом, да и всегда использовать гидролаты? Что это такое? Это натуральная вытяжка из растений, цветов и так далее. В данном случае это ДНС. Это гидролат из цветков апельсина. Множество таких гидролатов есть в компании Спивак. Отечественные, очень бюджетные компании. И вообще присмотритесь к этим средствам. Продаются они в наборе вот с такими вот распылителями. Это делают гидролаты. Все натуральные гидролаты подсужают поры. Они дают такую вязкость, то есть все вытяжки из цветов и растений. Это очень хорошее средство для сужения пор. Естественное, натуральное средство. Если мы говорим о серумах, то есть о сыворотках, как еще их называют у нас, да, сужающих поры, то у меня сыворотка от Clorans. Это средство призвано именно сужать поры, когда я советую вам им пользоваться. Не когда у вас полностью забитые поры. Когда вы вот так, потрогав нос, чувствуете его неровность. Нет, тогда нужна глубокая, хорошая очистка маслом гидрофилем, правильным умыванием, маской грязевой, то есть все, чтобы вытянуть. И вот потом, когда вы почистили свое лицо, когда вы чувствуете, видите результат, тогда можно воспользоваться вот таким вот средством, которое закроет ваши поры. Если мы говорим о бюджетных средствах такого типа, то обычная силициловая кислота призвана очень сильно сужать поры, кроме того, что она убирает воспаление. Вот такие вот средства с силициловой кислотой без спирта будут работать не хуже, чем вот такие дорогостоящие сыворотки. Единственное, что здесь больше уходовых компонентов. Самое главное, отталкивайтесь от ощущений на вашей коже. Тут нет универсальных средств, здесь нужно пробовать, пробовать и пробовать. Но когда вы их найдете, вы просто возблагодарите небо, потому что у вас будет результат, у вас будет ровная, хорошая кожа, с которой вам будет не стыдно выйти без макияжа. Если проблема очень серьезная, недостатки явно видимы, пожалуйста, сделайте один раз чистку у хорошего специалиста, который работает в перчатках, в чистом, правильно дезинфицированном кабинете, который дипломирован. Пожалуйста, подберите себе такого специалиста, пожалуйста, делайте чистку механическую. Не экспериментируйте с очень серьезными кислотными чистками. Можно сделать хуже, можно сделать свою кожу очень восприимчивой к ультрафиолету и нахватать огромное количество пятен пигментных, бешеное количество веснушек. Они не всегда равномерно появляются, это очень некрасиво, и тогда вам придется еще лечить веснушки. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Что помогает еще убрать воспаление? Постоянные рецидивы угрей и акне. Это, конечно же, гигиена, друзья. Я не имею в виду умывание, конечно, нужно мыть руки, и, конечно же, бесспорно нужно умываться и правильно очищать свое лицо. Я имею в виду вот эти вот штучки, которые мы постоянно прикладываем к своему лицу и к своим щекам, и близко, да, и которые мы вот так вот придерживаем плечом, которые постоянно касаются нашего лица. Во-первых, здесь остается косметика. Во-вторых, здесь огромное количество грязи. Вы даже не представляете себе, какое практически столько же здесь бактерий, ученые проверяли, сколько на деньгах. Вы представляете себе, вот денежки, какие они грязные, они проходят через миллиарды людей. Представляете, какая там грязь, какие там звери живут просто уже с семьями, просто со всеми родственниками, с чемоданами. И вот эти же самые звери ходят с чемоданами вот здесь у вас, живут, размножаются. Часто мы об этом забываем, и мы не уделяем должной гигиены нашим телефончикам. А также наушникам, пожалуйста, мойте, чистите их со спиртом. Протирайте сверху экран хотя бы раз в день, друзья, хотя бы в конце дня. Мойте вот эти вот чехольчики. Очень часто акне бывает вот в этой области, и люди не могут понять, почему. И это именно от телефонов и наушников, которые постоянно вот здесь свисают проводами. Пожалуйста, перекидывайте вот так назад провода, чтобы они были вот так, сзади подходили, чтобы они не мотались грязные по вашему лицу. И вы просто обрадуетесь тому, какие будут у вас результаты. Я уверяю вас. Очень важно научиться правильно дезинфицировать и мыть кисти, которыми вы пользуетесь, или спонжики, или что там. Еще чем вы пользуетесь, чем вы наносите макияж. Пожалуйста, посмотрите мой ролик с находками, где я рассказываю, каким образом я чищу свои кисти. Это очень и очень важно. Храните их либо в брашерах, либо вот в таких вот кофрах, которые исключают попадание пыли, оседание пыли на кисть. Даже если кисточка чистая, вымытая, она у вас стоит просто открытая, на нее оседает пыль, которую вы потом переносите на свое воспаленное чувствительное лицо и добавляете себе воспаление. Обратите на это внимание. Следующий момент. Любители кушанов, тех, кто использует губочки. Вот видите, у меня этой губочки уже нет. Она моется сейчас и сушится. И обретайте себе вот такие вот наборчики. Это от Vivienne Sable. Таких наборов миллион. Все самые спонжики, которыми вы можете наносить на лицо эти кушаны, тональные средства. Пожалуйста, мойте все спонжи, все бьюти блендеры, все, что только возможно. Опять же, чем их хорошо отмывать, посмотрите, пожалуйста, в моем ролике о моих находках. Может быть, длинноватый получится ролик, но уж простите меня, думаю, те, кому это важно, потерпят. Последний момент. Это маскировка. Маскировка тоже должна быть грамотная, друзья. Не нужно все перекрывать тональным кремом. Неровности на лице только подчеркивается. То есть, на конкретные зоны, пожалуйста, наносите антибактериальные корректоры. Конкретно у меня корректор от Belle. Если у вас есть покраснение, и вы не хотите очень сильно наносить бешеное количество грима на лицо, да, что вас спасет? Вас спасут вот такие вот зеленоватые корректоры. Зеленый тон перекрывает красноту. Если вы используете его чуть-чуть грамотно, совсем немножечко, в данном случае у меня это Everyday Minerals, это вот такая вот пудрочка зеленого цвета. Я в многих своих роликах уже показывала вам эту пудрочку. Каким образом я ее использую? На кисточку перекрываю красные точки. Замечательная вещь. Учитесь, пожалуйста, пользоваться такими средствами, кремовыми или средствами сухими. Подберите под себя. И тогда у вас будет ровный цвет лица, и вам не придется накладывать тонну грима. Ваша кожа будет дышать. А это значит, она будет испарять, она будет выделять все, что ей не нужно. Что ж, спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным, если у вас есть те проблемы, о которых я говорила сегодня. Не ленитесь, обязательно боритесь, и у вас все получится. Желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!